Здравствуйте, в эфире новостной выпуск День за днем, в студии работает Олег Соловьев. День энергетика в России отмечается 22 декабря. Этот профессиональный праздник объединяет не только работников энергетической сферы. Знаменательна эта дата и для других жителей атомных городов. Ведь даже не работая на атомной станции, можно носить свой личный вклад в энергосистему города. Благодарственные письма, подписанные генеральным директором Росатома Алексеем Лихачевым, за продуктивную работу и неравнодушие к судьбе города получили сотрудники местных организаций, представители сферы образования, культуры, коммунальных предприятий. Всего более 15 человек. Хочу поздравить вас с этим замечательным праздником и пожелать, чтобы в наших домах было светло, тепло, комфортно, уютно, а все мы с вами и наши близкие были здоровы. Инициатором награждения выступила государственная корпорация Росатом совместно с городской администрацией. В ежегодной пресс-конференции губернатора Алексея Островского участвовали более 50 журналистов и блогеров. Мероприятие, посвященное итогам администрации Смоленской области за текущий год, прошло 23 декабря в режиме онлайн на странице главы региона в одной из социальных сетей. В течение двух часов глава региона беседовал на наиболее актуальные для Смоленщины темы. Речь шла о культуре и туризме, инвестиционной и промышленной политике, экономике, жилищно-коммунальной сфере и здравоохранении. За 8 с лишним лет работы администрации нашей привлечено более 300 миллиардов вне бюджетных инвестиций. Для Смоленской области это огромные деньги, огромные. И привлечены они как и в аграрный бизнес, так и в промышленный и помогли создать тысячи новых рабочих мест, а где-то сохранить старые. Глава региона высказался о готовности медицинских учреждений к возможной вспышке коронавируса в период новогодних праздников. Так, Смоленская область сохраняет свободный объем развернутых для ковид-положительных пациентов коек. Кроме того, область остается в топе субъектов России по количеству коек в резерве. У нас от развернутых коек свободно 17 процентов. А что касается тех резервов, которые у нас есть с точки зрения, например, коечного фонда, я не называя регионы ЦФО, просто вам покажу сравнительный анализ. У нас, как я сказал, 83 процента. Есть 86 процентов, 85 процентов, 94 процента. Поэтому мы где-то по резервам в верхней части списка регионов, но, конечно, далеко не первые. В конференции принимали участие и главы всех муниципальных районов и городских округов, которые при необходимости давали пояснения по обсуждаемым темам. За сутки запись эфира посмотрели более 120 тысяч человек. В завершении выпуска прогноз погоды. 25 декабря в Десногорске пасмурно и снежно. Днем плюс два, ночью до минус одного. На этом выпуск завершен. Оставайтесь в компании Десна ТВ. Всего доброго.